Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи нас, Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Жития святых. Десятый век христианства. Кассета первая. Десятое сентября. Память святых сырёх жён, обретённых в пустынной горе. Епископ Монием Васильский Павел поведал следующее сказание. «Когда я был мирянином, кто был послан на Восток для собирания царской дани, по пути я увидел пустынный монастырь и пожелал войти в него. На встречу мне вышел из монастыря Игумен с братьями её. И мы после взаимных приветствий присели на монастырском дворе, где был разбит фруктовый сад. И вот мы видим, что к деревьям прилетают птицы, а отламывают ветки с плодами и быстро улетают. И я спросил Игумена, «А чего птицы не едят здесь же на месте плодов, а уносят их вместе с ветками?» Игумен отвечал, «Вот уже одиннадцатый год, когда птицы делают так. Тогда я как бы по откровению от Бога высказал, что где-нибудь в близлежащих горах находятся подвижники или подвижницы Божии, и им-то по повелению Господа птицы носят эти плоды. В то время, как я говорил это, прилетел ворон и отломил ветку с плодом. Тогда я предложил Игумену пойти за птицей, и мы последовали за вороном, который летел перед нами с плодом. Но вот ворон взлетел на холм и опустился, положил ветку на землю. Когда мы стали подниматься на холм, то ворон вновь взял ветку и полетел в глубокое, как пропасть, ущелье, откуда вслед за тем и вылетел, но уже без ветки. Тогда и мы подошли к тому ущелью и бросили туда камень. А вдруг до нас донесся оттуда голос, «Если вы христиане, не убивайте нас!» Мы спросили, «Кто вы такие?» Они отвечали, «Если вы желаете видеть нас, то бросьте нам три одежды, ибо мы женщины и наги. И тогда идите возле горы и найдете там узкую тропу, которая и приведет к нам». Тогда три монаха и сопровождавшие нас братья сняли с себя одежду и, завернув в нее камни, бросили ту одежду к ним вниз. Сами же мы, спустившись с холма, нашли, как нам было сказано, тесный проход, по которому едва можно было пройти. И этим путем достигли ущелье, где находились три святые женщины. При встрече с нами женщины поклонились до земли. Мы же, сотворив молитву, сели. Села также и одна из женщин, а другие две остались стоять. Тогда игумен обратился к сидевшей женщине с вопросом, «Откуда ты и как пришла в такое место?» Вопрошаемая отвечала, «Я из Константинополя, где была замужем за Соридворцем. Но муж мой умер в молодых летах, а я осталась вдовой двадцати с небольшим лет, оплакивая как свое вдовство, так и бездетность. По прошествии нескольких дней один вельможа услыхав о мне, прислал своих рабов, желая силы взять меня к себе. И посланные требовали, чтобы я немедленно шла к их господину. Тогда я, вознесся молитвы Господу моему Иисусу Христу, дабы Он избавил меня от того человека, желавшего насилием расплить мою душу и тело, сказала рабам, «Неужели вы сомневаетесь, что я с радостью пошла бы к вашему столь знатному господину? Но в настоящее время я одержима женской болезнью и нечиста от постоянного кровотечения. Подождите немного, пока я оправлюсь от болезни и очищусь, и тогда я с радостью отправлюсь к вашему господину». Выслушав меня, посланные ушли, говоря, «Хорошо, наш господин подождет тебя до сорока дней». По уходе их я отпустила на волю рабов и рабынь, отделив их золотом, и оставила при себе лишь двух, которых вы видите здесь, раздав все свое имущество нищим. Затем я пригласила к себе родственника своего человека богобоязненного, и под страшной клятвой взяла с него слово, чтобы он распродал мои поместья и дома, и вырученные суммы раздал нищим. Вслед за тем ночью я взяла с собой сих двух служанок, ныне же сестер моих, и села с ними в корабль, на котором по указанию Божией прибыла на это место. «И вот идет уже одиннадцатый год, как мы не видели ни одного человеческого лица, кроме вас сегодня. Одежда же наша по прошествии года обветшав спали с нас». Игумен спросил ее, «Откуда вы достаете себе пропитание?» Святая жена ответила, «Благий и человеколюбивый Бог наш, питавший свой народ в пустыне в течение сорока лет, посылает и нам, недостойным рабыням, своим пищу. Ежедневно по его божественному промыслу птицы приносят нам пищу в несравненно большем количестве, чем нам потребно. Тот же приблагий Господь покрывает нас многих и согревает нас своей благодатью, «Так как мы не боимся ни стужи зимой, ни летом зноя, но живем, как в раю, постоянно прославляя святую Троицу». Подивившись, слышанному, Игумен сказал, «Если позволишь, госпожа, я пошлю одного из братьев в монастырь за пищу и подкрепимся с вами». Но святая жена отвечала, «Лучше прикажи, чтобы пришел священник, и, совершив здесь святую литургию, исподобил нас пресчищение причистых тайн Христовых, ибо с тех пор, как вышли мы из города, мы лишены пресчения». Игумен тотчас же отправил монаха в монастырь за священником и пищей. «Пришедший священник совершил литургию, затем причистилась, причистых тайн прежде сама госпожа, а потом и рабыни ее». «После того, вкусив с нами пищи», — заканчивая свой рассказ святой Павел, святая жена обратилась к Игумену с просьбой пробыть у них три дня, на что Игумен отвечал согласием. Тогда блаженная жена, вставшая, сотворила усердную молитву и предала дух свой Богу. «Мы же со слезами пропели надгробные песнопения и затем похоронили ее. На другой день вторая женщина, помолившись мирно, также приставилась, а на третий день и третья женщина. Похоронили их, мы возвратились в монастырь, славя Христа Бога нашего, творящего святых своих, преславные знамения и чудеса. Ему подобает честь и поклонение вовеки. Аминь». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.